Доброго времени суток! Всем как меня видно? Слышно? А, добрый вечер, да! Всё, вижу, плёсики пошли. Отлично, замечательно! Кто впервые на моём вебинарчике, поставьте в чат букву «Я». А кто уже не первый раз со мной, ничего не ставьте, пожалуйста. Пожалуйста. Ириночку вижу, да? Ириночка новичок, да? То есть, смотрите, дорогие буковки «Я», да, вы, как вы, получается, вы новички у нас. И мы хотим вам сказать, что первый вебинар уже был, вот. А сейчас у нас с вами уже идёт вебинар «Часть вторая». Часть первую вы можете посмотреть на командном канале YouTube. Сейчас я зайду на командный канал YouTube и дам вам ссылочку на плейлист. Этот плейлист вы можете добавлять в закладки. И в этом плейлисте вы всегда будете знать последние вебинары, которые проведены. Да, то есть, вот, всегда будете в курсе. То есть, они всегда в этом плейлисте. Да, поставьте, пожалуйста, плюсик, удалось ли вам пройти. Можете его добавлять в закладочки смелые. Знаете, что все записи последних вебинаров, если они были, да, записи, если всё в порядке, если не слетела запись, то, конечно, они там, на канале YouTube. Ага, всё. Спасибо вам огромное. Ну, и, конечно же, мы с вами остановились на теме правил построений, да. Правила построения у нас с вами были. Я думаю, все вы успели прочитать этот первый слайд. Мы его с вами не будем, да, обсуждать. Вот. И, конечно же, поговорим с вами о суммах минимального заказа. Вот. О суммах минимального заказа. Если тут нету вашей страны, напишите, пожалуйста, каждой свою страну, потому что у нас интернет-проект международный. Вот. И, конечно же, вот эти суммы у нас с вами идут по акции, не по акции новичка, а по минимальному заказу. В компании Faberlic у нас с вами есть такое правило, да, что если человек не сделал и не оплатил минимальный заказ, то под него не пройдут регистрации. Ни он сам под себя не может провести регистрацию, ни наставник под него не может провести регистрацию. На нашем интернет-проекте Faberlic онлайн мы на первых этапах помогаем новичку поскорее выбраться на 9%, да. 9% – это 600 баллов по структуре. Это уже такие выплаты примерно от 3 тысяч рублей, да. Вот. И поэтому Казахстан, вот Беларусь, да, вот. Ну, в общем, основные страны есть в этой табличке очень хорошо, да. Можете сделать скриншот, еще что-то, да, вот этой фотографии, чтобы она у вас была всегда под рукой. Или вы можете добавить наш командный сайт в закладочки, да, чтобы у вас этот шаг был всегда под рукой. Сейчас я загружу его и вам обязательно вышлю. Да, вот в разделе инструкции есть такой раздел «Как оформить заказ». Вы туда проходите «Как оформить заказ» и всегда видите минимальный заказ свой, своей страны. Или, допустим, вы проживаете на территории Казахстана, и вдруг вы зарегистрировали новичка из России или из Украины, или из Киргизии, да, и вы не знаете сумму минимального заказа, да. Вот. Вы можете по этой ссылочке, если вы ее добавите в закладочке, она у вас будет всегда под рукой, и вам будет легко и просто узнать минимальный заказ, да. Но, смотрите, минимальный заказ, он, в принципе, такой небольшой, да. То есть, очень мало можно что на него купить, да, и, в принципе, люди охотно активируются. Но также у нас с вами есть подарки. В каждом каталоге для новичков подарки, они разные. В этом периоде, да, до конца каталога у нас с вами будет по 16 июля, новичок делает заказ чуть больше, чем минимальная сумма, да, то есть минимальная сумма 1000 рублей по цене каталога, да, допустим, в цене России. А на подарок новичка нужно 1199 рублей, да. И, конечно, вы должны рассказать 200 рублей разницы, а новичок уже получает такие вот два замечательных подарка, как стиральный порошок для шерсти деликатных тканей, да, биоразлагаемый, экологически чистый, и кондиционер серии 0+, с ухаживающими добавками без запаха, да, на 30 стирочек. Я думаю, что за 200 рублей такой набор вы не купите на сайте Фаберлик, а в подарок его можно получить, да, всего за 1 рубль, за 1 гривну и так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики, да, потому что вот прежде чем говорить об активационном заказе, обязательно нужно говорить про акцию новичка. Вот это очень важно, потому что 200 рублей разница, а новичку уже намного будет приятнее стартовать с вами вместе в вашем бизнесе, в вашей структуре. Да, я огромное вам, как даже сказать, огромное количество раз призывала лидеров никогда не забывать говорить про акции, вот, но бывает и такое, что новички пишут, Анна, вот мне не сказали, а я вот и не знала, что надо там добавить 300-200 рублей, и мне бы вложили два подарка. Поэтому не забывайте, говорите, я думаю, что ваш бизнес будет крепким, если вы будете с самого начала момента регистрации заботиться не только о себе, но и о своих новичках, да, вот. Значит, если новичок активирует свой регистрационный номер в течение суток, прошу прощения, да, активирует в течение суток, не забывайте ему еще сказать, что если он активируется, то он получает в подарок рекрутинговый сайт и, конечно же, вашу поддержку в виде регистрации. Это очень важно говорить. Так ведь? Вот. Как печеньки. Ну, можно и так сказать, Кирилл рассмешил. Вот, да, поэтому обязательно об этом говорите, говорите про сайт, про возможность того, что у лидера будет в два раза с вами быстрее расти структура, чем без вас, да, вот. Поэтому не забываем. Конечно же, обязательно рассказывайте про веб-привилегии. Вот недавно мы с новичком говорили про минимальный заказ. И мы, как вам даже сказать, я вот обзвонила примерно 10 своих новичков, и мы начинали рассказывать с веб-привилегий, да, то есть сначала я рассказывала, что новичку будет за 100 баллов, да, то есть новичок проходит тренинг, он становится участником в распределении контактов. Потом, значит, новичок... Нелепина Ирина, это значит, что вы мало строите своих людей в бок. Чем шире ваша структура, тем больше у вас выплаты. Глубина – это ваша стабильность, ширина – это ваши выплаты. Поэтому, если вы идете по одной регистрации в день, то все у вас будет хорошо. Ничего страшного, мы только начали, да, поэтому обязательно у нас с вами приоритет всегда – это одна регистрация в день, да, учиться ее находить. Когда вы научитесь ее находить, ваш бизнес будет легким, и у вас войдет в привычку рекрутировать. Привычка рекрутировать должна у вас быть прямо на первом месте, потому что именно с этой привычки рекрутировать вы становитесь директорами, сначала простыми, потом старшими, а потом уже драгоценными. Вот, смотрите. Значит, я сначала рассказываю новичку про все веб-привилегии, потом я новичку рассказываю про стартовую программу, про программу Фаберлик Клуб, да, то есть сейчас программа Фаберлик Клуб нам дает возможность от пяти бонусов заказывать, да, подарочки. Это получается, если человек пришел и стал веб-консультантом, сколько же ему подарков по веб-привилегии положено? От 20 подарков, да. Я считаю, что ни в одном магазине такого нет. Это только в нашей компании. На самом деле ни в одном интернет-проекте, ни в одной сетевой компании таких шикарных условий для старта новичка нету. И поэтому, конечно, терпения самое главное, да, нету, но нам с вами нужно один раз выучить веб-привилегии, один раз знать про стартовую программу и так далее, и так далее, да. Вот, смотрите, значит, особенно важно знать, что ваши наставники и ваши директора с вами всегда рядом. Но у нас новички народ такой скромный, и очень часто бывает, что у новичка появляются какие-то сомнения, или он не может поставить картинку в статус, или новичку там что-то где-то нагрубили в соцсетях, да. И, конечно же, новичок не рассказывает об этом, а лучше бы, конечно, рассказывать, рассказывать все свои сомнения своему наставнику, своему директору, и, конечно, вам тогда легче будет стартануть, когда вы поймете, что все мы начинаем работать одинаково, да. Сначала вы работаете на имя, а потом ваше имя будет работать на вас. Вот, Ларисочка, огромная умница. Вот, и поедемте с вами дальше. Конечно, у нас с вами новая система Турбо Рост Плюс, о которой мы с вами позавчера разговаривали. Конечно, по ней мы получаем бесплатное обучение, не забывайте, рекрутинговый сайт в подарок от проекта, и получаем поддержку наставника. Простите, тут опечаточка, тут надо было сутки написать. Вот, далее, значит, получают поддержку от наставника в виде построения структуры. Но очень часто новички на следующий же день после регистрации пишут, Аня, я активировалась в течение суток, а, допустим, ты под меня еще не провела регистрацию. Так вот, дорогие коллеги, не все так быстро. И не у всех каждый день по 5 регистраций на каждые 5 веточек, да. Вы должны понимать, что потихонечку ваша структура будет вместе с вами расти. Да, вот, и, конечно же, у меня очень часто задают такой вопрос, что я к вам пришла, я к вам зарегистрировалась, да, я согласна, что я не покупаю воздух, как в пирамидах, да, там есть всякие площадки, всякая чушь, да, люди туда вступают, всякие пирамиды, и покупают площадки, да, из воздуха, их нету, да, и как бы вкладывая денежки, они ничего с этих, с этого воздуха как бы не имеют, да. Тут, конечно же, почему-то люди решили, что раз в интернете куча хайпов пирамид, что мы на них похожи, так вот, нет, мы нисколько не похожи ни на один из нелегальных проектов, мы работаем официально, у компании Фаберлик своя фабрика, 45 тысяч квадратных метров, компания Фаберлик с уровня 15% уже предоставляет официальный договор, ваши деньги переходят на расчетный счет, в банке, и мы с вами платим 6% налогообложения, потом это вы все можете оставить в наследство своим детям, поэтому сразу прошу не путать, и если кто-то из ваших новичков что-то будет путать, обязательно ему объясняйте различия, что мы работаем в официальной компании, и отношения ни к одной пирамиде мы не имеем, вот, это очень-очень важно. Итак, перед нами с вами табличка до директорского маркетинг-плана, и эта табличка говорит о том, что если вы консультант, да, если вы консультант, и вы или лично сделали 100 баллов, или вы сделали 50 баллов, и под вами 50, то суммарно получается 100, и вы зарабатываете совсем еще небольшие денежки, да, а вот, к примеру, уже с 9%, да, допустим, вы сделали 50 баллов, и под вами сделали 550 баллов, да, вот тут вот, и все вместе получается 600, вы уже будете получать довольно таки симпатичные выплаты, обратите внимание, что это выплаты на структуру, да, конечно, сами, да, сами с общей суммы, да, мы высчитываем 6%, ну, это просто считать, вот, да, да, тут ничего сложного нет, у нас вот Валентина Афанасьевна, старший директор, очень нам помогает в этом, да, в чате топ-лидеров с 12%, Валентина Афанасьевна напоминает нам обо всем, и очень-очень нам помогает, как, куда и что платить, вот особенно, как, как вам даже сказать, по России, Валентина Афанасьевна работала начальником налоговой инспекции, поэтому мы прям с вами в надежных руках, не переживайте, вот, значит, что у нас с вами дальше идет, да, ну и, конечно же, старший вице-директор, да, уже больше выплаты, и кандидат директора тоже уже приличные выплаты, да, что у нас с вами получается, да, к примеру, кандидат директора каждые 3 недели зарабатывает примерно 1030, да, 30 тысяч русских рублей, да, если вот округлять, да, и это, в принципе, великолепная зарплата, намного больше, чем у любого человека уже, который работает на работе по найму, да, воспитателем, там, врачом, еще что-то, да, вот, да, потому что по найму подоходный налог, по-моему, у нас 13%, если я не ошибаюсь, а компания Фоберлик 6%, потому что мы идем, ага, спасибо, Александр, по упрощенной системе налогообложения, вот, я думаю, с маркетинг-планом с вами все понятно, да, вот смотрите, кандидат директора, да, дорогие новички, конечно же, первая наша с вами цель – это кандидат директора, это 3000 баллов, и, конечно же, это 60 человек, которые сделают в вашей структуре 50 баллов, или 300 человек по 10 баллов, да, я думаю, вполне понятно объясняю, вот, конечно же, ни в чем не сомневаемся и объясняем разницу, да, и, конечно же, очень часто мне говорят, Анна, вот я пришла в компанию, вот я пришла в проект, и скажите мне, пожалуйста, почему я должна сразу делать 50 баллов, так вот, этого делать сразу не нужно, да, то есть нужно просто активировать свой номер, по желанию быть вип-консультантом или идти по стартовой программе, да, то есть это на ваш выбор, забирать вам ваши подарки, забирать вам ваши привилегии или не забирать. Интернет-проект никогда не заставляет делать там 50 баллов, но, когда вы уже будете на 6, на 9%, вам уже будет очень-очень выгодно делать эти 50 баллов, потому что там идет списание объемной скидки 65%. Ну, как вам примерно сказать, да, я открыла, допустим, перевод денег на расчетный счет банки уже через 4 месяца с начала своей работы, да, вот мы на первом вебинаре об этом уже говорили, вот, ну, это что для новичков, которые не были, да, вот, и самое важное, это, конечно, рекрутинг, научиться новичкам рекрутировать, да, и, конечно, 50 баллов мы успеваем сделать, если у вас их не получается делать сразу, то, конечно, мы вас не заставляем. А почему идем по упрощенной системе налогообложения? Ну, потому что это нам разрешает так налоговая, и, в принципе, все идут по упрощенной системе налогообложения. Да, не хотите, можете не идти, да, то есть мы, когда туда приходим, да, вот, когда вот мы подавали на ИП бумажки, то у нас с вами как получалось? Получалось, что нам оформили ИП, да, то есть и выдали квитанции в пенсионном фонде, куда платить налоги, да, вот, в принципе, и все. А потом нам сказали, а потом мне в компании написали, что вы еще должны заполнить бумажку по упрощенной системе налогообложения, и вы будете платить 6%. Мы ее оформили, и наш налог поделился надвое. Скажите, как сильно повлияет на рост свой собственный заказ? Ваш заказ входит в личную группу, в вашу личную группу. То есть, допустим, если под вами сделали 50 баллов, и вы сделали 50 баллов, то вы консультант 3%. Например, если люди регистрироваться не хотят, но пользоваться товаром согласны. Вот вы знаете, может быть, у меня уже такая положительная энергетика или еще что-то, а у меня, наоборот, люди не согласны покупать, а хотят регистрироваться, потому что я им рассказываю про привилегии по Фаберлик-клубу, про то, что они могут получить 3-4-5 подарков уже во второй заказ, то, что у них будет сразу 20% скидка, и я им сразу объясняю, и ты понимаешь, что я буду забирать твои подарки и пользоваться твоей скидкой за то, что я тебе приношу продукцию. Может быть, ты хочешь заказывать сама? Давай я тебя научу. Поэтому, да, на что приглашаем, на то люди и приходят обязательно. Это, во-первых. Во-вторых, я сразу им говорю, что у тебя будет свой регистрационный номер, его нужно беречь, и если ты захочешь зарабатывать 30 тысяч каждые 3 недели, хотя бы минимально, да, то я тебя научу, как зарабатывать. И у меня люди покупают, и некоторые покупатели даже становятся потом бизнес-партнерами, что очень-очень приятно. Нет, в соцсети я ищу людей только на третий вариант, и если уже человек не хочет идти на третий вариант, тогда после этого я предлагаю уже дисконт. Дисконт или заработок на продажах, да, то есть то, что они захотят. Могу предложить систему управления весом, потому что сама на ней 18 килограмм скинула, вот тут недавно опять начала, но пока еще меньше месяца, поэтому еще только килограмму был. Да, то есть я рассказываю об этом везде, даже тем, кто мои давние знакомые, да, то есть они говорят, я слышал, у тебя свой бизнес, да, я говорю, да, у меня свой бизнес, вот, говорю, я работаю дома, у меня есть свой рабочий кабинет, туда, говорю, никто не заходит, говорю, я спокойно работаю, мне очень нравится при свободном графике. Я начинаю спрашивать, сколько зарабатываешь, ну, конечно, свои доходы, если честно, я уже начала уменьшать, говорить, что я зарабатываю меньше, да, то есть я говорю, что около 100 тысяч русских рублей, да, вот, понимаете, да, на самом деле образ жизни, он очень сильно привлекает людей, когда люди видят, что я в любое время дня и ночи могу им открыть дверь, они приходят, да, и у людей, у самих уже вопросы, Аня, а на что вы живете, если вы оба с мужем находитесь дома, да еще и ездите по 5-6 раз в год в разные страны мира, да, то есть по городам вы ездите, я вижу ваши фотографии, а чем вы зарабатываете? Я говорю, да мы можем откуда угодно работать, да, то есть вот как мы на Шри-Ланке соскучились по структуре, сели и целый день работали с ноутбука, там есть интернет, мы подключили и спокойно работали, отвечали на вопросы, делали новичкам сайты, это, конечно, во-первых, это свобода действий, вы можете работать откуда вы хотите, вы же должны понимать, что вот вы, к примеру, сейчас, да, живете, допустим, в Казахстане, вы приехали к кому-то в Россию в гости, вы открыли ноутбук, вы дальше работаете, то есть только техника вам нужна, которую вы будете с собой возить, так ведь, дорогие коллеги? Ну, если честно, Танюш, я не противлюсь тому, чтобы люди работали с каталогами, если они хотят, пусть зарабатывают, это их право, и это их хлеб, это их деньги, я никогда не отговариваю, у нас даже есть вебинары, и кто хочет зарабатывать на продажах, пожалуйста, мы даже обучим продавать, но, конечно, если вы хотите построить бизнес, то продавать лучше поменьше и лучше побольше рекрутировать, то есть всех своих покупателей вы можете сделать своими клиентами, вы можете их консультировать, вы можете о них заботиться, но заказы они будут делать сами у себя со своего регистрационного номера. Конечно, вы понимаете, на продажах можно много заработать, можно, да, особенно вот в первой зоне, где совсем дешевая доставка, заработать можно хорошо, но вот что бы я вам хотела сказать, все равно когда-нибудь, даже если вы будете зарабатывать там по 10 тысяч на продажах каждый каталог, да, это, конечно, полезно, беготня по квартирам, свежий воздух, да, то есть туда-сюда, то есть это, конечно, все повлияет положительно на ваше здоровье, но не дай бог что-то, да, вот вы там приболели на недельку или еще что-то, нет продаж, нет денег, а тут, понимаете, все-таки, когда вы строите свою структуру, вот мы, допустим, улетали, мы еще были в звании старших директоров, мы улетали в Сочи на ассамблею, да, нас не было около недели, мы приезжаем, а у нас прирост, а у нас много регистраций наши люди провели, а у нас ничего не остановилось, а у нас бизнес идет в гору, вот тут нужно обязательно понимать, что продавать хотите, пожалуйста, мы не запрещаем, но лучше всего рекрутировать, искать партнеров, создавать базу для работы, вот это очень-очень важно, вот, и сегодня мы с вами именно об этом и будем разговаривать, вот, конечно же, вы видите мои выплаты, да, как у меня все начиналось, да, то есть первый каталог 0, второй каталог уже 3%, четвертый каталог 6%, да, пятый каталог 12%, и вот на пятый каталог, да, то есть 19%, тут у меня начались какие-то сомнения, не помню какие, какие-то сравнилочки соцсетей, да, и вот уже на пятый месяц, да, своей работы, я уже открыла индивидуальное предпринимательство и получала денежки, то есть тут у нас указаны каталоги, я открыла на пятый месяц своей работы, то есть вот тут получается неделя, неделя, да, да, не гнаться за 200-500 рублей, а строить структуру, но вот вы знаете, у меня был такой случай, что вот когда я еще в прошлой компании работала, да, я пришла из другой компании в эту компанию, что хочется сказать, у меня не было денег на то, чтобы купить сим-карты, и вы знаете, я продала пару кремов, я побегала с каталогом, я продавала еще тушь, там, еще что-то, да, то есть это тоже была косметическая компания, я сделала неплохую выручку, и на эти денежки я купила много сим-карт, и я создала огромную кучу страничек, да, это сейчас мы с вами можем по 5 рублей купить одноклассники, да, 5-7 рублей, а раньше такого я не знала, и такого не было, да, поэтому, ну, может быть, оно и было, но мы просто не знали, да, ну, и давайте с вами посчитаем, почему же 50 баллов выгодно делать с 6-9%, да, поэтому, вот, и, конечно же, тут у вас уже появляется ваша структура, во-первых, да, она растет, люди в вашей структуре делают заказы, идут по стартовой программе, становятся вип-консультантами, ну, понятно, что вип-консультантами становятся не все, у нас с вами около 500 вип-консультантов, по-моему, да, в структуре Кононова, где-то так, вот, и, конечно же, мы с вами тут начинаем пользоваться списанием скидки до 65% от заказа, да, вот, ну, это, конечно, такой переходный момент, потому что, когда вы уже откроете перевод денег на счет в банке, то вы эти денежки будете получать уже на расчет на счет в банке и нечего будет списывать от заказа, да, поэтому, то есть, групповой оборот 6-9% это от 200 баллов в вашей группе до 600 баллов в вашей группе, да, и заказ на 50 баллов это примерно 4-5 тысяч, да, вот вчера мы смотрели, набирали, вот, кстати, не загрузила я фотографию, очень-очень жалею, надо было вам загрузить, у нас заказ на 50 баллов получился всего 3 800 с чем-то, плюс доставка где-то 4 тысячи рублей, там я заказала, давайте даже попробую сейчас его найти через демонстрацию экрана вам, потому что очень хочется показать, потому что вот люди, которые набирают продукцию в разделе промо-акции, почему-то очень часто сомневаются и говорят, что ой, там заказ там очень дорого выходит, потому что это одежда, но если честно, я, мне не показалось, мне не показалось дорогим заказ, и заказ был, вы знаете, вполне даже полноценным, сейчас прогрузится, и включу вот эту вот картиночку, я думаю, всем видно, да, как заказ у меня вышел на 3836 рублей, что я взяла, я взяла универсальный жидкий спрей пятновыводитель, две штучки, да, как вы видите, я взяла водный спрей, антистатик без запаха, да, одну штучку, мне очень нравится летом ходить в длинных юбочках, я взяла концентрированное универсальное средство экспертное очищение, очень люблю им мыть кухню, я взяла мыло для кухни, устраняющее запахи, даже рыбий запах устраняет, кто-то им моет кошачьи лотки, кто-то им моет ножи, там, чеснокодавилки, еще что-то, просто ручки помыть, если они чем-то пахнут, да, я взяла рассыпчатую пудру, я про нее снимала обзор, она мне очень понравилась, и я еще одну выбрала, да, и тут я взяла ребенку, и вот взяла пару духов сорбет жоли, потому что это легкий такой приятный аромат, они у меня заканчиваются, я их еще докупаю, чтобы, мало ли, у кого-то какой-то день рождения, я обязательно дарю вот именно эту парфюмерную водичку, она идет очень вкусно, очень классно, да, и как вы видите, 50 баллов вышло на 3800 рублей, да, самое необходимое, да, ничего такого сверхъестественного нету, да, то есть все в дом, да, конечно, это на мой вкус выбор продукции, у вас может быть, конечно, свой вкус, но 50 баллов, конечно, если вы будете набирать одежды, то одежда идет половинчатый балл, потому что нашу одежду шьет на фабриках, там же, где шьется Nike Editas, то есть компания Faberlic не хочет сотрудничать с дешевыми фабриками, да, и она сотрудничает именно с фабриками, где шьется вот такие вот хорошие брендированные марки, да, нам там делают скидку за счет того, что мы делаем огромные заказы у них там, вот, поэтому я научилась добивать заказы, да, поэтому смотрите сами, решайте сами, конечно, можете брать по распродаже какой-то продукт, да, хотя вы видели, что там были красные цены, да, в накладной, которую я вам показываю, но в принципе 50 баллов сделать легко, да, мы все стираемся, мы все моем, это очень просто, вот, и, конечно же, когда у вас будет, допустим, 6-9 процентов, да, уровень такой, что вы будете уже смотреть, то у вас получится очень интересная вещь, да, то есть, ну, понятно, что это все временно, но я вам все равно покажу на первых этапах, сейчас снова включу демонстрацию экрана, да, и мы с вами войдем в личный кабинет человека, у которого еще не открыто ИП, но он заказывает очень много, ой, детская одежда очень классная, и самое приятное, что она тестируется по всем ГОСТам и СанПинам, и это очень важно, да, когда мы с вами заходим в раздел «Мои заказы», в раздел «Мои заказы», то мы с вами видим такую вот ситуацию, да, что заказ сделан на 19 тысяч, а сумма к оплате всего лишь 5500, да, допустим, заказ сделан на 2596, а сумма к оплате всего лишь 648 рублей, вот почему выгодно, ничего не видно, поставьте плюсики, кому видно, кому нет, вот почему выгодно делать заказы именно с 69%, потому что все, что вам начислят компания, вы это можете уже списывать в свои заказы. Всем ли все понятно, дорогие коллеги? Да, всем все понятно, ну все, замечательно, очень рада. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Так точно, капитан? Ой, Кирилл, какой ты приколиста. Вот таким вот образом идет списание заказов, и я думаю, что это очень приятно, это очень здорово, да, вот. Ну все, тогда поехали с вами дальше. Да, и, конечно, с чего же начинается наша работа? Наша работа начинается с того, что вы оформляете, делаете странички, оформляете их по, да, как вам наставник говорит, и обязательно, обязательно учитесь рекрутировать, да. Когда вы начинаете учиться рекрутировать, то у вас появляются люди, желающие с вами работать, зарабатывать или подрабатывать, или продавать, или худеть, или строить структуру вместе с вами в интернете, да. Да, вот. Муж очень ждет обувь, когда она выйдет. Двенадцатый каталог, двенадцатый каталог у меня есть, я его пролистала в интернете, кстати, там 10 тысяч просмотров. Татьяна, можете зайти на мой канал Витуб, вот я вам ссылочку вначале давала, и там есть про обувь, да. Вот. Все ждут лапти про обувь. Да, здорово, конечно, что у нас компания такая классная, такая шикарная, но знайте, что дополнительные ассортименты акций идут у нас с вами по половинчатому баллу. То есть, если идет, допустим, если взять пример цены России, 150 рублей балл, то 50 баллов у вас уже выйдет дороже, чем полный балл, да. Вот. Аня, почему вы показываете на своем лицевом счете только самое начало? Ну, потому что внизу уже сумма, в которую люди не особо верят. Конечно, если вы хотите, я могу вам распечатать лицевой счет консультанта и показать. Только вы меня потом за это не ругайте, пожалуйста. Если желаете, ставьте плюсики, я не против. Дабы люди не теряли сознание. Да, конечно, конечно. Ну, давайте, хорошо, покажу обязательно. Вот, запускаю публикацию. Иду в свой рабочий кабинет обязательно. Так, сейчас, минуточку. А, да, давайте с вами все прогрузим. Ой, ладно. Давайте с вами все прогрузим. Ой, очень долго грузится, к сожалению. Будете ждать? Поставьте плюсики. Будете ли ждать? Потому что висит. Будете, да? Давайте, конечно. Нет, секретов у меня нет. Ну, просто, понимаете, всякие люди бывают, да, вот, допустим, в интернете, когда у меня спрашивали, сейчас я, вот видите, мою кабинетку на новоанне, лицевой счет консультанта сейчас с вами найдем. и, конечно же, с вами распечатаем. Просто очень часто бывает, вот буквально вот сегодня у нас такое было, лидеры говорят, сколько вы зарабатываете. Мы ответили честно и опять-таки угодили в черный список. Вот это мой путь, да, то есть тут есть до 0,1, 0,5, да, 2015, да, вот эти вот два каталога, где я была на 0, я потом вышла на 6%, и есть следующие выплаты, да, то есть вот такие вот у меня выплаты. Сейчас с вами посмотрим. Вот они, да, видите, это с премиями суммы, это уже идут суммы без премий, да, тут еще вот бонус стабильности, да, вот видите, бонус стабильности, 19 тысяч мне пришел. Это квалификационные бонусы падают, да, то есть тут идет бонус развития, он идет по итогам 13-го периода. Вот такая вот у меня распечатка большая. Так, минутку, минутку, минутку. Потеряла где вебинар, чтоб я так жил. Димочка, работай, зарабатывай, да, то есть на недельку хватит. Ой, Кирилл. Да, то есть, ну вот, в принципе, ну, без бонусов обычные выплаты 70-90 тысяч. Это где, Евгения, вы увидели? Вы, наверное, не туда смотрели. Наверное, вы не туда смотрели. Нужно смотреть самый конец. Первая колонка, так, минуточку, первая колонка это ОСЗЛГ, 82 тысячи, то есть у меня есть личная группа. Вторая колонка это директорские бонусы. Директорские бонусы начисляются за директоров, которые подо мной открыты. Потом, значит, вот эта колонка, это бонус стабильности, это он выплачивается 44 тысячи в год, то есть не каждый день. Третья колонка бонус материнства, доплаты, удержания. У меня этого ничего нет. Четвертая колонка это квалификационные бонусы. И вот тут вот последняя, которая колоночка, это контрактизация. Вот эти денежки мне приходят на расчетный счет в банке каждые три недели. 367 073 44. С этих денежек я плащу 6% еще. Вот давайте с вами посчитаем. 367 073 мы с вами вычитаем. Ой, 6%, извиняюсь. Так, как стереть-то? Вот. Вычитаем 6%. Вот и получается 345 тысяч я каждые три недели получаю на руки. Ну, не миллионы, конечно, не миллионы. Миллионы – это единовременные премии. Да, миллионы – это премии. Дорогие коллеги, работайте, зарабатывайте. А я чем смогу, я вам всем помогу. Я вас буду обучать. Наш новый курс, он будет длиться до той поры, пока у вас не закончатся вопросы. То есть вы задаете вопрос, я развиваю тему и провожу полноценный вебинар. То есть этот курс сейчас у нас открыт для всех. Для директоров, для топ-лидеров, для новичков, для новичков, которые придут через неделю к нам еще только. Поэтому я вас приживаю о том, чтобы вы задавали как можно больше вопросов, для того, чтобы помочь вам все объяснить, рассказать. Итак, давайте же смотреть, с чего же все-таки начинается наша с вами работа и будем уже заканчивать сегодняшний вебинар. Да, надо работать, надо зарабатывать. Конечно, зависть – это плохое чувство. Я вот всегда с детства восхищалась людьми, которые могут столько хорошо зарабатывать. Вот я тут недавно выложила ролик Елены Летучей, и мне кто-то под роликом пишет, надо же, как раскрутилась за счет своего ревизора. А я говорю, как же здорово, что она так раскрутилась, что она такая известная, что ее сейчас везде зовут сниматься. Она сделала бренд, она сделала свое имя, она востребована. И это круто, дорогие коллеги, так ведь? Запись будет. Пинок. Ну, почему пинок? Нет, пинка я не хотела делать. Вы просто попросили, что вот я не показываю. Я вам показала свои выплаты, да. Да, стремимся к большему, конечно же. У нас сейчас с вами построение, да, как вы видите, тут лидер на 3%, да, то есть он зарабатывает свои первые 180 рублей, да. Как мы это с вами сосчитали? Мы это с вами сосчитали так. Баллы на выплату по странам у нас с вами, каждая страна разная, да. Пример я тут привела в России. 75 рублей балл на выплату у нас с вами идет. Мы его умножаем на коэффициент 0,8, и у нас получается 60 рублей балл на выплату, да. То есть у нас получается 50 плюс 25 плюс 25. Это получается 100. Мы умножаем на 60 рублей, да, и умножаем 100 баллов, да. 100 баллов – это 3% у нас с вами. И мы с вами умножаем на 0,03%. И у нас с вами получается уже мы зарабатываем 180 рублей. Скажите, пожалуйста, понятны ли вам расчеты? 10 пачек порошка под заказ. Понятно, да. Тут уже расчеты посложнее, да. То есть у нас с вами идет маркетинговая разница. Вот. То есть смотрим обязательно, да. То есть тут лидер на 1000 баллов, да. И, допустим, вот этот лидер на 6%, да. Вот давайте я подчеркну. Вот этот лидер, да, у него 310 ОЛГ примерно, да. Вот этот лидер у него 270 ОЛГ, он тоже на 6%. И этот лидер 320 ОЛГ, он тоже на 6%. То есть у нас с вами получается, что лидер зарабатывает 3780 на 12%. Ну, лучше всего, конечно, первые 3 свои регистрации вы научитесь проводить ветку наставника. Посидите в чате наставника, посмотрите, как наставник ведет чат, как он приглашает всех на вебинары, как он внимательно отвечает на все вопросы. И потом уже после 3 активированных регистраций в своей веточке, в которую вы ведете совместно с наставником до ваших 9%, да, вы уже можете открывать свою вторую веточку, да. То есть когда вы открываете свою вторую веточку, у вас уже был пример, как вести первую, да, как вы вели. Вот, конечно же, чем больше у вас веточек, тем лучше. Но, опять-таки, чтобы веточки хорошо росли и были крепкими, вам нужно обязательно, самое главное, думать о глубине. Когда я пришла на проект Фаберлик Онлайн, то мы, конечно же, сначала открыли одну, довели до ума, потом вторую, потом третью. То есть первую на 9, смотрим, у нас первую уже на 9%. Мы открываем вторую, мы и первой информативно помогаем, и вторую вырастили, первая уже на 12%, вторая, к примеру, на 9%. Мы открываем срочно третью, то есть мы не ждем. И мы вот так вот росли, росли, росли. И вот за 2,5 года мы смогли открыть и подтвердить звание старшего национального директора. Это 15 директорских веточек. Сейчас мы открыли международного директора, но вот в связи с летом у нас одна директорская веточка подупала, один лидер, но она уже поднимается назад. И поэтому мы сейчас пока опять старшая национальная открытая, ой, не открытая, а подтвержденная, но международная пока квалификация прервалась у нас. Да, учимся на своих же веточках. Обязательно наставник регистрирует людей к вам. И вам, конечно же, желательно со всеми, кого под вас регистрирует наставник, обязательно с ними знакомиться, потому что это ваши будущие директора. Так ведь? Первая веточка продолжает расти, если в этой веточке хорошие отношения, если эти люди ходят на вебинары, если эти люди понимают, зачем они пришли. И, конечно, она продолжает расти. Да, ну, конечно, дорогие коллеги, всем, кому регистрирует наставник, помогает, да, расти структуру, то, конечно, вам круто повезло, потому что я когда-то осталась одна и вела все веточки одна. Вторую ветку открываем после трех регистраций в первую свою совместную веточку. Изначально у вас все равно должно быть две веточки. Одна веточка – это очень мало. Вот как только вы проводите первые три свои регистрации, которые активировались минимальным балловым заказом, совместную веточку с наставником, вы сразу же, вы сразу же открываете свою вторую веточку. Поэтому учитесь рекрутировать, учитесь регистрировать, созданы очень хорошие видео, как рекрутировать, регистрировать. И, конечно же, обязательно догоняйте драгоценных директоров нашего проекта. Скажите, пожалуйста, все ли понятно с маркетинговой разницей? То, что лидер на 12%, этот лидер на 6%, 12-6 равно 6, и вы уже получаете по 6%. Когда у вас, вот, допустим, эти две директорские веточки выйдут на 3000 баллов, то вы уже становитесь серебряным директором. Вы получаете с них по 5%, если у вас ОЛГ, полторы тысячи баллов в бок есть от этих директорских веточек. Получается, что вот когда вы получаете по 5% с этих веток, там уже маркетинговой разницы нет. Этот момент тоже знаете? Все знали этот момент? Ничего нового не сказала? Надеюсь. Молодцы, молодцы. Умнички. Все замечательно. То есть, итого, да, то есть 3,780 к списанию через заказы, то есть у вас получается, что если вы будете делать на 3000 заказ, у вас еще 60% вы оплачиваете. Да, вот видите, пример, да, на 4 сделали, минус 65%, 2600 списалось, остальные копятся, остальные денежки копятся. То есть 3780 минус 2600, и остаточек у вас остается, и он начинает копиться, копиться, копиться. Потом, когда вы будете открывать индивидуальные предпринимательства, денежки у вас уже пойдут на расчетный счет банки. Первую веточку, Лариса, там нужно смотреть, если у вас веточка только из одних покупателей, то, конечно, вам нужно довести до 9% лидера, первого лидера в этой веточке, а не самую макушку. Хорошо. Лариса поняла? То есть, допустим, смотри, ты привела человечка на проект, да, вот это ты, да, ты Фаберлик Онлайн, ты пришла, ты работаешь. Ты зарегистрировала человечка, и второго человечка, и третьего человечка, да, они все молодцы, они делают заказы, но они не работают, они просто пришли покупать себе. И вот если у тебя цепочечка будет из одних покупателей, то понятно, что если ты ее оставишь, перестанешь туда регистрировать людей, то покупатели придут по стартовой программе, и потом им нужно донести о том, что у вас есть еще программа Фаберлик Клуб, по ней тоже можно идти, и так далее, и так далее, да, получается. А если, к примеру, у тебя в этой веточке есть лидер, который тоже регистрирует, да, он тоже регистрирует, и вот он вышел у тебя на 9%, да, извините, коряво, но зато понятно, да, лидер вышел у тебя на 9%, и ты знаешь, что он у тебя молодец, пожалуйста. Веточки просто всякие, Ларис, бывают на самом деле, поэтому тут, конечно, нужно решать. Ну что ж, дорогие коллеги, я смотрю, наши полчаса с вами прошли, встретимся с вами сейчас в пятницу, очень рада, что вы все ко мне пришли, я надеюсь, все понятно. Ой, слушайте, я даже не знаю, какой же у меня счет открыт, мы открывали, по-моему, юридический, да, юрлицо. Да, потому что у нас есть печать, мы заверяем это все, да. Была быть рада вам полезной, а насчет счета, как-то я, вы знаете, даже открыла как-то и езжу туда раз в год, ЭЦП обновлять, а даже, ну, электронно-цифровую печать обновлять, и даже вот не спросила. Скорее всего, физические лица, физические, да. ЭП, индивидуальный предприниматель, это физлицо, это не юридическое лицо. Да, Антошка все делает, у меня муж умничка. Да, да, да. Ну, оно происходит-то в юридическом отделе, но, по-моему, мы физическое лицо все-таки, мы не юридическое. Да, мы не ООО, мы ИП, мы индивидуальные предприниматели, да. Вот тут, конечно, я, если честно, даже не спросила, когда расчетный счет в банке открывала, я в банке не спросила. Ларисочка, обязательно, обязательно расти, будем рады тебя видеть, очень-очень-очень будем рады. Ты у нас такая активная, такая умничка, ты ходишь на все вебинары, ты растешь, ты регистрируешь, молодец. Юридическое, да, вот Валентиночка, спасибо большое. Ну что ж, давайте, желаю вам отличного рекрутинга, до 11 вечера по Москве рекрутинг просто великолепный, просто замечательный. Я очень любила рекрутировать с 10 утра до 12 дня и потом начинала рекрутировать где-то с 5 вечера и до 10 вечера. Я все могла рекрутировать, вы знаете, регистрации на самом деле в это время намного больше, чем днем. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в пятницу.